12 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел республиканский этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Организаторами мероприятия выступили Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета и Центр занятости населения Казани при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Партнерами ярмарки стали Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и Федерация профсоюзов Республики Татарстан. В униксе собрались не только студенты Казанского федерального, но и учащиеся школ, а также более взрослые поколения, ведь никогда не поздно и не рано подбирать для себя профессию, работу, мечты. В нашем мероприятии, на нашей площадке, она является такой главной для Республики, принимает участие порядка ста работодателей, что для нас тоже в плюсе. Это и школьники, и студенты, и выпускники, и приглашенные те, кто нуждается в работе. Сейчас мы понимаем с вами, что настал рынок соискателя, и работодатели ищут для себя новые трудовые кадры. В ярмарке вакансий приняли участие более ста предприятий приоритетных отраслей экономики, у которых есть значительная потребность в кадрах, а также образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, безработные и ищущие работу граждане, школьники старших классов, студенты и выпускники. Ярмарка проходит сразу на нескольких этажах комплекса. Работодатели рассказывают посетителям о доступных вакансиях, а некоторые еще и дарят небольшие подарки. На стендовой выставке работодатели презентовали свои организации, актуальные вакансии и условия трудоустройства. Работодатели рассмотрели десятки резюме, провели собеседование прямо на месте и смогли провести эффективную работу по обмену информации с потенциальными кандидатами на должности. Хотелось бы работать в сфере энергетики, потому что там работали и работают мои родители, и в целом мне близка к сердцу физика. Я думаю, у меня сложится с этой профессией. Нам научный руководитель посоветовал прийти, посмотреть на эту компанию, сказал, что они ищут на вакансии студентов. Мы решили прийти. Я сегодня пришла на эту ярмарку. Мне очень понравилось, потому что я сделала тебе цветы. Также было много очень интересных вакансий. Очень много анкет заполнили, также участвовали в лотерее. В общем, все очень интересно. Можно сказать, прям хорошо подготовились. Также интересно, как для подростков. Вот я слышала здесь то, что и школьники, для них тоже очень интересно. Ну, наверное, мы бы все хотели что-то найти для души, что было бы полезно. И такие ярмарки особенно полезны, особенно 10-классникам и 11-классникам. Мне кажется, в особенности 10-классникам, поскольку открывается широкий спектр профессий, и нужно понять, что ты действительно хочешь, и не всегда понятно, что из тебя представляет профессия. В целом, очень все классное. Мы вот сделали цветочки. Помимо этого, мы очень много везде где-то участвовали, там призы какие-то получили, пофоткались тоже. Ну, вообще, в целом, классная ярмарка. Пришел сюда, на эту выставку, чтобы понять, в принципе, куда можно поступить. И для себя выгодное положение, как в учебе, как и в своем будущем. Эти компании предоставляли возможность потенциальным сотрудникам испытать свои навыки и умения в реальных условиях работы, что помогало им понять, подходит ли данный вид деятельности им или нет. Такой формат мероприятия позволял не только привлечь внимание к вакансиям компании, но и предоставить соискателям ценный опыт и знания о предлагаемой работе. Также компании дарили различные брендированные вещи за заполнение резюме. Аделия Галиулина, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ, Новости.